Слава Господу, братья и сестры, за Его любовь и милость к нам. В братской комнате я услышал хорошие отзывы о вчерашнем служении. Тема была интересная. И вспоминали о том, что в той стране, где мы жили, у людей на стенах висели тексты. В каждой семье висел определенный текст. И вчерашняя тема проповеди была, где Иисус Навин сказал, «А я и дома будем служить Господу». Я так понял, что Господь хочет говорить к народу об этом сегодня. О семьях, о детях, о родителях. У меня была другая тема проповеди. Но Господь усматривает так. Я хочу прочитать местописание. О том, что Христос, когда ходил по земле, в Матфея 16 глава 24 стих, Он сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Следуй за Мною. И я хотел бы сказать, что тема проповеди будет «Следы Христа» или «По следам Христа». Вы знаете, что когда Иисус Христос пришел на землю, Его встречали ангелы, Его встретили пастухи, к Нему пришли волфы, принесли много богатства. И есть такое мнение у людей сложилось, что Христос стал богатым, или Его родители стали богатыми, имели много золота, которые волфы принесли, подарки. Но я не думаю, что так много было. Потому что они были иммигрантами в Египте, убегали от царя Ирода. И что у них было, они потратили. Потому что когда они вернулись, то написано, что они занимались плотницким делом. Он был сын плотника, был старший сын. И мы прослеживаем его следы с 12 лет. Когда ему было 12 лет, он даже не был тинейджером. И вот они с родителями пошли в Иерусалим. И когда возвращались обратно, то потеряли его родители и стали волноваться. Но казалось бы, чего родителям волноваться? Мария знала, что это сын Божий, что он пришел на землю спасать людей от грехов. Чего волноваться? Господь о нем позаботится. Но Господь показывает пример, как родители переживают за детей. И вот Иосиф и Мария возвращаются в Иерусалим. Они уже прошли много. Снова возвращаются. Не на машине, не на лошадях пешком. И ищут его. И находят его в храме. И написано, это Луки 2 глава 46 стиха. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивились разуму и ответом его. И увидев его, удивились. И матерь его сказала ему, Чада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли сказанных им слов. И дальше обратите внимание, 51 стих. И он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человека. 12 лет. Взрослый человек, казалось бы, ну, по разным законам в разных странах по-разному считает. У меня есть сын 11 лет, и вот он уже ходит там из дома в дом, он хочет работать, ищет работу, договаривается, и там кусты подрезает, деревья косит. 11 лет. 12 лет Христос был уже мудрым подростком. И написано, что удивились родители, когда нашли его в храме, слушающего и спрашивающего их. То есть он вступал в дискуссию с учителями в синагоге. Им интересно было с ним беседовать, был очень умный подросток. И когда пришли родители, он даже немножко, ну как, сказал им, чего вы меня ищете? Вы знаете, что я нахожусь там, где мой отец, то, что принадлежит отцу моему. Ну и с 51 стиха написано, он пошел с ними, пришел на зарет, и был в повиновении у них. Был в повиновении у них до тех пор, пока не вышел на миссию. И так как он был старший сын в семье, отец был плотником. Вы знаете, что такое плотницкая работа? Вот сегодня здесь есть билдеры, люди делают фрейм, делают крыши, делают двери, окна. Работа тяжелая, но эту работу еще надо иметь. Надо иметь клиентов, которые будут заказывать, чтобы кто-то сделал крышу. Это надо быть хорошими специалистами. Я думаю, Иисус Христос помогал отцу уже с детства, шел с ним, помогал ему в этой работе, чтобы зарабатывать деньги. И как вы думаете, сегодня многие дети, видя то, как семья бедствует, хотелось бы иметь многое, как другие, и они мечтают, что когда вырастут, они говорят, что мама или папа, я когда вырасту, я куплю тебе новую машину, я куплю вам новый дом. Я куплю вам поездку куда-то, потому что слышат, люди ездят. Но, к сожалению, он рассуждает умом подростка, потому что жизнь все ставит на свои места. И когда человек вырастает, ему самому надо устроять свою семью. И забываются те обещания, те желания, которые были. Это жизнь. И Иисус Христос мог это сделать. Наши дети не могут это сделать в 12 лет, в 13, в 14. Он был Сыном Божиим. Я думаю, что он знал, где находятся сокровища земли. Он знал, как привлечь клиентов, но он этим ничем не пользовался. Он показал нам с вами следы, он прошел и показал нам с вами, что нужно жить честно, скромно, но жить честно, потому что жизнь пройдет у всех людей, и у богатых, и у бедных. Умирают миллиардеры, и умирает работник, который у него работал. Они лежат в одном городе, может быть, в разных частях кладбища, или на разных кладбищах, но они уходят в землю и с собой ничего не берут. И Христос показал пример, как нужно жить. И Он с Отцом тяжело работал. И вы знаете, что в 52 стихе этой главы написано, «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте в любви у Бога и у человека. Его любил Господь, Сына Своего, и Его любили люди». Вы знаете, что сегодня бизнесмены, которые имеют свои бизнеса, немногих из них любят люди, почитают их, потому что бизнес, он требует человека, чтобы сделать работу и больше себе взять, чтобы лучше жить, и мечта у бизнесмена расширять свой бизнес, нанимать больше работников, для этого нужно больше денег, значит, кому-то нужно недоплатить, где-то нужно больше взять. Но люди, работники, которые не имеют образования, они все равно все видят и часто огорчаются. Иисус, будучи бизнесменом, то есть с Отцом они имели бизнес плотницкий, они крыли крыши, делали двери, вставляли окна, полы, и их любили люди. Как это сделать? Чтобы строить, и чтобы тебя любили. Для этого нужно уступать, для этого нужно качественно работать. Написано, что его любили люди. И поэтому сегодня мы должны понимать, что когда мы растим свои детей, мы должны показывать им пример добра. Мы должны идти по стопам Христа и смотреть, что с 12 лет он помогал своему отцу, был в повиновении. Его любили люди, потому что... А вы знаете, за что люди любят? Когда человек приобретает, а я теряю. Так устроена жизнь. Вот пришел брат и говорит, мне нужно отремонтировать машину. И он знает, позвонил, сколько это стоит в том шапе. Он знает цены. Допустим, 150 долларов. Он приходит к ученику Христа, к христианину, и говорит, что мне нужно сделать машину. Он говорит, ты знаешь, сколько это стоит? Знаю. Ну, я тебе сделаю дешевле. И делает качественно, делает лучше, чем в шапе. И человек уезжает довольный. Он еще раз к нему приедет. Но клиент приобрел, а тот, кто работал своими руками, потерял эти деньги. Если бы он чарджанул ему так, как в Лешвабе или еще где-то, у него же было бы на 50 долларов больше. Если 10 клиентов, это 500 долларов, а он теряет, теряет, теряет. Может быть, жена ему скажет, что, что ты так работаешь? Нам нужно то купить, то купить, то купить, а ты все теряешь. Но вы знаете, что благословение происходит от Бога. Оно приходит незаметно. Вот когда корабль начинает тонуть, получил пробойную, вода поднимается не сразу. Она заполняет один отсек, второй медленно. Мы не замечаем благословений Божьих, что обувь наша не изнашивается, что машина, на которой мы из земли, ломается, крыша нашего дома не течет, а у соседа потекла. Строили вместе. И соседу нужно потратить тысячи долларов, а я ничего не трачу. Мы это не считаем. Мы считаем только то, что мы теряем. Но мы должны понимать, что Бог благословляет тех, кто стремится жить честно. Делать добро и показывать своим детям пример. Делать добро, быть добродетелями, потому что все, что остается у нас в жизни, это добро, которое мы сделали людям. Вот люди умирают, уходят. Что остается на земле, кроме памятника, которого поставили ему дети или родственники? Что остается? Остается добро. То добро, которое он сделал. И поэтому доброго человека любят. И ему стараются подражать. Вы знаете, что мать Тереза была бедная женщина. Но так часто я слышу ее имя. Вот даже недавно на работе один человек помог животному миру. Спас там несколько птиц, к примеру. Ему подходят и говорят, ты как мать Тереза, позаботился. Спасибо тебе, что ты позаботился. Имя ее употребляется, потому что знали, что она была добродетельная женщина. Она всю свою жизнь посвятила больным людям, ухаживая за ними. И когда ей дали дорогой подарок, она его продала на акшине и раздала нищим. То есть она жизнь свою посвятила служению Богу и бедным людям, делая добро. Ее имя помнят. Я не хочу говорить о плохих людях, которых имена помнят как плохих или вообще не хотят вспоминать. Поэтому мы должны показать пример доброты и честности. Потому что Христос мог сделать своего отца богатым и маму сделать богатую. Но я дальше коснусь, как он поступил, показывая нам пример, что не надо искать сокровищ в этом мире. Надо же честно трудиться своими руками, и чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Мы, многие из вас, простые люди, мы работаем на производствах, и мы должны честно работать. Мы работаем в бизнесе, мы должны честно работать. Нас люди должны любить за наше доброе сердце. Мы должны терять. Вы знаете, что когда христиане продавали, зарабатывали картошку, зарабатывали другие там овощи и фрукты, я видел, как продавали не на базаре. Они не ложили на дно ничего. Там некоторые соломы уложили люди мира сего, чтобы обмануть, чтобы казалось, когда продавали на ведра. И когда высыпали человеку в мешок, старались так высыпать, чтобы он не видел, что внизу было наложено, то есть обман, что ведро не полное. Христианин же ложил ведро, полное подушку, высыпалось, и потом еще в мешок человек уложил еще дополнительно. Говорит, чтобы на меня не обиделись люди, чтобы я был чист пред Богом. И Господь благословлял. Росли семьи, вырастали, имели достаток. Это один из примеров, который Иисус Христос показал нам, что мы должны честно работать, чтобы нас любили люди, и любил Господь. Потому что Господь любит чистых сердцем, чистые руки любит, честный бизнес любит. Сколько бы я ни имел, все уйдет. В одном месте я приобрел, в другом потерял. Поэтому, следующий пример я хочу привести. Следующие вехи, по которым Христос прошел, у Него очень много было доброго. Но я, так как не хватает времени обычно у нас, я хочу коротко показать, что Он был подростком, слушался родителей. Его родители нашли в храме. Нигде-то Его нашли в парке, нигде-то в каком-то магазине или в компьютерном салоне они нашли Его в храме. Он был в храме Божьем и был послушан родителям. Он работал с отцом и показывал пример своим братьям и сестрам. Он был честный, трудолюбивый, его любили люди, любил Господь. Когда он вырос и вышел на миссию, уже взрослый человек, порой наши дети, наши сыновья, наши братья и сестры, когда вырастают, они чувствуют себя самостоятельными и заявляют официально отцу и матери, хватит меня учить, я взрослый, я самостоятельный, я зарабатываю деньги, что я хочу, то и делаю, как хочу, так и живу, что хочу, то и покупаю. Это не путь Христа, это не по следам Христа. Иисус Христос, Иоанна 2 глава с 1 стиха, я прочитаю пример, как Он относился к родителям, будучи известным человеком, будучи известным проповедником, будучи известным Мессией. На третий день был брак Кани Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученик его на брак. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе жена, еще не прошел час мой. Обратите внимание, диалог между матерью и сыном, они встречаются на браке, он приходит с учениками, взрослый человек, у него уже ученики есть, он учитель, он проповедник, он известный человек. И вот мать вступает с ним в диалог, говорит, что вина у них не достает. И вот представьте, что сегодня вопрос задают на браке, мать задает известному человеку, бизнесмену или проповеднику, что сынок, у них некому петь или играть, а ты можешь петь и играть, помоги им. Он скажет, это не твое дело, мама. Они делали брак, они знали, что думали, пусть готовятся сами, это не мое дело. Но здесь Христос также сказал, что мама, еще не прошло мое время. Она его не слушает, она дальше говорит, это с пятого стиха, вторая голова, пятый стих. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделаете. Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения юдейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. И говорит им, теперь почерпните, несите к распорядителю пира. И понесли, когда распорядитель отведал воды, сделавшейся вином. А он не знал, откуда это вино. Знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха, и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Одиннадцатый стих. Так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской. И явил славу свою, и уверовали в него ученики его. И теперь я хочу заострить внимание. Когда мама ему сказала, что не достает он и вина, у них вина, он сказал, что мне и тебе до этого, жена. И дальше мама говорит служителям, не слушая Иисуса, говорит, принесите, что он вам скажет, то сделайте. И они взяли шесть каменных водоносов. То есть Иисус не стал спорить, а сказал им, что сделать. И вот они приносят, и он делает. Он слушает маму. Он не встал и не вышел. Знаете, что в таких случаях делают молодые люди? Мама ему говорит, а он, чтобы не было проблем, чтобы люди не обращали внимания, встал и вышел. Иисус Христос не вышел. А когда он услышал, что мама его сказала служителям, что скажет вам, то сделайте, то Иисус говорит им, наполните сосуды водой. Он делает. Он выходит на миссию. То есть послушание матери заставило Иисуса выйти на миссию раньше. Еще час его не пришел. Но просьба мамы, начало служение Иисуса Христа раньше, чем было запланировано. И дальше написано, так положил Иисус сначала чудесам в Кане Галилейской, и вил славу свою, и веровали в Него ученики Его. И после всего пришел Он в Капернаум, сам и матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. И вы знаете, вот этот отрывок из Слова Божьего говорит о многом. О интеллигентности, порядочности, уважению к родителям и к старшим. Находясь среди своих учеников, Он не постеснялся маму. И даже, что еще не время было, Он Сын Божий, Он пришел трудиться на землю, и приближалось Его время. Но мама попросила, и Он сделал, и начал трудиться раньше, чем было запланировано. И дальше пишется в Слове Божьем, что после всего Он пошел в Капернаум, Матерь Его, братья Его, ученики Его, и там пробыли немного дней. Он не сказал, что мама, иди домой, я иду, не надо со мной идти, я тружусь, ты мне мешать будешь. Он идет с мамой, с братьями, они Ему не мешают. Он идет с ними, вместе трудится, проповедует, она находится рядом с Ним. Вы обратите внимание, что Мария находится рядом со Христом. Казалось бы, он взрослый человек. Ты следила, когда он был маленький, но уже взрослый человек, она его не оставляет. Она часто бывает с Ним рядом. Она часто старается быть рядом с Ним. И где бы Христос ни был, мы смотрим, что там появляется и Мария, Матерь Его, и братья. И однажды Он пришел в одно место, это у Луки, 8 глава, 19-20 стиха. И пришли к Нему Матерь и Братья Его, и не могли подойти к Нему по причине народа. И дали знать Ему, Матерь и Братья Твои стоят вне, желая видеть Тебя. Это говорится о том, что братья, мама брала его братьев и шла с ними. Они слушали Его проповеди, они слушали Его наставления и были рядом с Ним. Они хотели быть рядом с Ним, может быть, помочь, может быть, защитить Его, может быть, покормить Его, но мама постоянно была со своими детьми. Мы смотрим, что мать, ее дети, сыновья приходят и зовут Иисуса. Он там беседует с людьми, проповедует, и они все вместе. Она заботится, мать заботится о своем Сыне, о взрослом, Сыне Божьем, который наделен силой и славой, он трудится, и она рядом с Ним. И нас с Ним было до конца. Иисус Христос не оставляет свою мать, почитает ее и рядом с ней. Слово Божье говорит о том, что мы должны, родители, постоянно быть с нашими детьми, никуда их не отпускать, заботиться о них, никому не поручать их. А дети должны заботиться о родителях. И мы должны идти по земле, быть верными друг другу и показывать пример друг другу и заботу. И Христос будет благословлять нас и будет с нами. Я хочу продолжить и сказать, что Иисус Христос владел всем миром, всеми сокровищами мира, но он был человеком скромным, был сыном плотника, его все знали, как сына плотника. И говорили, не сын ли он плотника? Да, он сын плотника, он плотник. Но он был сыном Божьим, он было оставлял, он шел по земле и показывал пример во всем. У него не было денег с собой. Вспомните, что когда любой человек куда-то идет, у него есть средства заплатить за что-то. У Иисуса Христа этого не было. У него не было денег купить коня и въехать в Иерусалим на коне и передвигаться на коне или на какой-то колеснице. Он ходил пешком, пешком. И он говорил, что лисицы имеют норы, а сыну человеческому негде голову преклонить. Не было чем заплатить за гостиницу, хотя он был сыном Божьим. Он показывал пример, что мы не должны стремиться в этом мире к чему-то великому, к большому. И да, если Господь дает тебе возможности, живи честно и уделяй нуждающимся. Это хорошо учиться, иметь хорошую работу, зарабатывать и уделять в церкви, нуждающимся обеспечивать свою семью. Но Христос показал нам пример, по самому низу прошел. Он не был сыном князя, царя, он был сыном плотником. У него не было средства к передвижению, ходил пешком и въезжал в Иерусалим на осле. Вы знаете, что все полководцы, победители въезжали на лошадях, на белых лошадях, на колесницах, а он на ослике. На ослике передвигались бедные люди. И он приехал на нем, и когда потребовали таксу, когда они пришли в Капернаумы, там от Фея 17 глава, то подошли к Петру и у собирателей Драхми и сказали, учитель ваш не даст ли Драхмы? Он говорит, Петр говорит, да. И он подошел к Христу, объяснил, я пропускаю, Иисус сказал ему, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыл у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя. Этим показывается, что у него не было денег заплатить даже таксу. И те люди подошли, думали, раз учитель, раз у него столько учеников, значит денежки есть, и он должен заплатить. Он не стал с ними спорить, не стал им объяснять, а сказал, пойди поймай рыбу и отдай им за себя и за меня, чтобы не было разговоров, не было соблазна. Это показывается о том, что Христос ходил по земле без карманных денег, то есть, что давали ему люди, и тем он питался. А если такие были ситуации экстремальные, он занимал рыб, он взял и отдал. И он показал нам, свои следы оставил, прошел по земле и оставил нам следы скромного, честного человека, который помогал, чем мог. Порой нам кажется, если бы у меня много было, я бы уделил, я бы дал, но у меня мало. Давай из того, что у тебя есть. Помогай из того, что у тебя есть. И будешь благословен. И заканчивая, хочу прочитать, что когда Христос умирал и был на кресте, при кресте Иисуса стояли матери его, сестра матери его, Мария Клепова, Мария Магдалина. Иисус увидел в матери ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, все сын твой». Потом говорит ученику, «Все матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Обратите внимание, Мария не оставляет своего сына до Голгофы. Она не боится, что ее убьют, что ее арестуют, что это ее сын, разбойник, что его судят как преступника. Она не стыдится, этого не боится. Она знает, что он чистый и святой. И она пришла со своей сестрой, с Марией Магдалиной, и Иоанн пришел, верный ученик. И вот здесь она слышит слова. Казалось бы, где его братья? Те, которые ходили с матерью. Мы не знаем обстоятельств, но Иисус, умирая на кресте в агонии, израненный, он заботится о своей матери. И он говорит Иоанну, что возьми ее к себе, позаботься о ней. И написано, что Иоанн с того времени взял ее к себе и сказал ей, это твой сын на Иоанна. А Иоанну сказал, это твоя мать. Иоанн заботился о ней. Я думаю, что заботился, Иисус Христос не оставил счетов в банке, Он не оставил матери своей ничего. Хитон, самотканный, тот забрали. Он оставил ей благословение, Он оставил заботу. Поэтому мы должны заботиться о людях, о своих родителях из того, что у нас есть. Не забывать им даже, когда нам плохо. И родители не должны оставлять своих детей, верить в них до конца. Иисус Христос умирал на кресте, как разбойник, но для матери Он был святой. Для людей Он был святой. И мы сегодня знаем, что Он был святой и принес в жертву за нас свою жизнь, свою кровь пролил. И поэтому мы должны заботиться друг о друге. Мы должны показывать примеры. Иисус Христос прошел путь от рождения до Голгофы. И мы с вами, христиане, если мы становимся на путь Христа, мы должны прийти на Голгофу. Но мы можем прийти на Голгофу как преступники, как закононарушители или как святые люди. Нам придется прийти на Голгофу. Но дал бы Бог, чтобы каждый из нас пришел туда святым человеком. Если нам придется пострадать за правду, за истину, но не за наши плохие дела. Да поможет нам Господь жить свято, идти по стопам Христа. Аминь. Будем молиться. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...